МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Мегаполис, это Москва. О самых ярких и самых интересных событиях в российской столице за прошедшую неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звон мечей, треск доспехов на этой неделе. Лучшие бойцы мира сошлись в Москве за звание чемпиона в средневековом профессиональном бою. Рыцари на ринге не в тигровых шкурах, но в сверкающих доспехах. Для современной Москвы это пока уникальный формат. То ли шоу, то ли жестокий, зрелищный спортивный поединок. Это не просто турнир по фехтованию, как вы, наверное, уже видели. Здесь больше элементов шоу, здесь элементы какие-то приемов микс-пайта, бокса. То есть больше движухи, скажем так. По правилам средневековых профессиональных боев разрешены любые приемы контактных единоборств. Естественно, в ход идут мячи, щиты и многое другое. И даже в этом суровом виде спорта, чтобы не покалечить соперника, все-таки запрещены удары в пах, открытое лицо, колени, шею и спину. Три раунда по три минуты выявляют победителя. В кибоксе, на какие-то все со скрипом шло. Здесь я взял оружие в руки, и вдруг у меня стало прям получаться, получаться, получаться. Ну и моральное, психологическое ощущение в доспехе. Ты практически работаешь с оружием. Рыцарям в срочном порядке придется залопать доспехи и залечить полученные в бою раны. Ведь следующий крупный турнир состоится в Москве уже через месяц. И в продолжение рыцарской темы. Русские шотландцы так называют оркестр волынщиков Москвы. На этой неделе они отметили десятилетие своего творческого коллектива. Десять лет выдержки не так уж мало даже для шотландского виски. Что уж говорить про жизнь маленького оркестра, который сделал ставку на столь нетрадиционную для российского слушателя музыку. За это время оркестр волынщиков Москвы завоевал широкую популярность и приобрел армию многочисленных поклонников. Секрет, знаете, вы помните у профессора Преображенского? Вы что, вам не жалко детей Германии? Он говорит, не хочу, газеты купите. А здесь вот хочу, нравится. Единственная девушка в коллективе Марина, так же, как и остальные музыканты этого оркестра, с удовольствием носит хилт, шотландскую юбку. Несколько лет назад оказалось, что волынка Марине к лицу. Теперь оркестр без нее никуда. У нас внутри в мешке тоже большая система, которая помогает поддерживать влажность, нужное давление. Это тоже влияет на вес от 2 до 5 килограмм, примерно так волынки весят по-разному. В праздничный трек-лист, наряду с шотландскими боевыми маршами, вошли авторские композиции коллектива и известные всему миру хиты русской классики. В Москве прошел необычный фестиваль настольных игр, который назывался «Реликон-2014». В российскую столицу съехалась масса людей, несмотря на свой солидный возраст, умеющих погружаться в мир игры и веселиться, как дети. Хоббиты, космические пираты и супермены, спасающие мир. Вот лишь маленькая толика того, в кого здесь можно перевоплотиться. Сотни взрослых людей с удовольствием уходят в мир, где единицы вознаграждения не деньги и даже не печеньки, а вот такие бесхитростные карамельки в красивой обертке. Это как театр за одним столом. Здесь термины психологии неприменимы. Большинство людей, которые этим занимаются, это вполне себе успешные реализовавшиеся люди. Для человека, способного изменять реальность, правила довольно просты. Игрой управляет ведущий, тот, кто готов взять на себя труд по созданию и описанию игрового мира и всех тех персонажей, с которыми предстоит встретиться игрокам. «Развлечение в первую очередь, отдых. Здесь еще общение происходит. За компьютером такого не получишь». И если еще пять лет назад поклонников такого досуга можно было пересчитать по пальцам, то сегодня из участников фестиваля можно сформировать вполне боеспособное войско. Хочешь космическое, а хочешь магическое. Третьяковская галерея открывает свои запасники. Так называется масштабная программа, которую осуществляет одна из самых известных галерей России. На этой неделе в рамках программы открылся проект с загадочным названием «Магия тела». В жанре ню работали все самые известные русские художники 19-го и 20-го веков. Однако эта выставка выделяет тех, для кого рисунок обнаженной натуры превращался в особый жанр изобразительного искусства. Ведь именно такое общение художника с моделью обладает своей особой эстетикой. Нам кажется, что выставка она и красивая, и интересная, и познавательная, и очень зрелищная. И я думаю, что действительно для тех, кто интересуется, она станет настоящим подарком. Около 200 произведений из фонда в Третьяковке представляют развитие жанра русского ню. Особое внимание уделили различию московской и петербургской школ, а также особенностям работы русских художников в парижских ателье в начале 20-го века. Особая гордость коллекции – работы художника Ларионова. Коллекция изучалась, обрабатывалась, и, к счастью, мы теперь обладатели уникального собрания как ларионовских вещей, ну, чему свидетель вот этот персональный зал этой выставки, так и Гончаровского. Выставка «Магия тела» будет работать в Третьяковской галерее до весны следующего года. Эра социальных сетей породила довольно интересное явление. Описать его можно примерно так. Отдай-ка я удивлю своих интернет-френдов какой-нибудь крутой, необычной фотографией. И вот специально для таких людей летом этого года в районе Старого Арбата открылся вот этот необычный музей оптических иллюзий. Вот так кажется простенький рисунок на полу, а вот так человек на самой вершине Останкинской телебашни. Так, 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 пошел, пошел, пошел. Интерактивность этого музея в некоторых инсталляциях буквально зашкаливает. Но где еще спасешь человека из-под самого настоящего катка, пусть и нарисованного? Коль, скажите, а в чем главная идея всего этого? Главное показать, что люди могут быть частью этой картины. И в данный момент вот каток у нас есть. Если человек будет под катком, по фотографии человек может оказаться в действительно реальной обстановке. Когда задумывался музей иллюзий, какую вы главную задачу перед собой ставите? Естественно, эмоции. Человеческие эмоции. То есть рассчитано на людей, которые придут сюда, будут получать эмоции, возьмут свой телефон или фотоаппарат и будут фотографироваться, чувствовать себя как настоящие фотографы, а люди почувствуют себя настоящими героями. Один из самых популярных аттракционов в музее иллюзий сделать селфи самым популярным селфистом России, премьер-министром Медведевым. Ну, конечно, сам здесь он еще не был, но создатели музея мечтают о том времени, когда Медведев придет и сделает селфи собственным селфием. Улыбочку. Медвенточек. Оп! Для того, чтобы сделать правильную фотографию, в музее есть несколько специальных подсказок. Ну, во-первых, по стенам висят вот такие портреты, которые показывают, как это должно выглядеть в идеале. А во-вторых, специальные места для фотографа, на которые нужно просто встать и выбрать правильный рахмс. Медвенточек. Медвенточек. Как пьем сначала одну, между первой и второй, выружу такой небольшой. А между второй и третьей еще меньше. Можно почувствовать себя внутри, картины какой-то, ну, ощутить себя часть вот этой нарисованной реальности. Из всех друзей, наверное, двое-трое человек только здесь были, пока еще только открылись недавно. Поэтому очень интересно, необычно новое. Была ролевая игра, да? Какие чувства после нее? Новое ощущение, потому что обычно такого не бывает. А тут, ну, можно сыграть. Дома она себе такого не позволяет, но дурачиться она всегда любит. Таких музеев несколько в мире. В Корее, в Японии и вот теперь в России. В его создании участвовали 25 художников со всей страны. Каждому из них была гарантирована полная свобода творчества. И вот кто-то изобразил знаменитый кабинет Ильича, а кого-то вдохновил образ нынешнего российского лидера. Президент Российской Федерации вручил государственные награды лучшим людям планеты. Жалко, что это всего лишь иллюзия. Заканчиваю этот выпуск здесь, в Музее оптических иллюзий. Хочу пожелать вам все-таки жить в реальном мире. Какие бы волшебные и заманчивые иллюзии нас не окружали. Увидимся в мегаполисе ровно через 7 дней. Редактор субтитров А.Семкин